Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня мы вместе с вами попробуем косметику, которую я никогда не пробовала, и я поставлю свои оценки. Ну что, поехали! Первый этап – это тоник. Увлажняем лицо голд-концентратом. Тоник и голд-концентрат – это несменные продукты, которые я использую всегда для подготовки кожи. Сейчас мы испробуем новую базу Кая. С точки зрения нанесения, как профессионального визажиста, не могу сказать, что пена – это удобный вариант. Мое первое впечатление о базе. Лицо стало темнее, то есть здесь есть пигмент. Если вы очень светлокожая, вряд ли вам подойдет. И также здесь очень много крупных светоотражающих частиц, что будет не очень хорошо, если у вас жирная кожа. Первый раз буду тестировать тон Бека Skin Love, тон средней плотности, больше матовый, чем с сатиновым эффектом. Но для хорошего нанесения нужно нанести первый слой, подождать, пока высохнет, и потом продублировать еще один слой. Так как с первого нанесения слой ложится неравномерно. Консилер Too Faced. Достаточно хорошее покрытие. Сейчас подождем, посмотрим, когда он высохнет, как он будет втушевываться. Консилер Too Faced мне понравился, но у него недостаточная кроющая способность. Поэтому поставлю 8 из 10 и во внутреннюю часть нанесу самый, наверное, часто используемый консилер. Это Элан номер 1. Пробуем пудру Элизабеттерден. Сразу скажу, что очень тяжело набирается на кисточку, если вы хотите набрать много. То есть совсем очень легкий финиш получается. Но тональный не съедает. Протестируем пудру бронзер от Анастасии Капучино. Сразу скажу, что очень пигментированная. Нужно аккуратно. Я буду использовать как пудру. И затемнять участки, где будет скуловая коррекция. На самом деле он может быть даже самостоятельно, как скуловой корректор. Единственное, он достаточно теплый. Пудра Элизабеттерден не справилась со своей задачей. Поэтому я беру свою любимую пудру Каверфикс. Каверфикс однозначно 10 из 10. Очень хорошо выравнивает и хорошо фиксирует. Вот у меня новые румяна. Даже еще пленочку не сняла. Возьмем персиковые румяна. Сейчас протестирую. Цвет очень красивый. И очень пигментированный. Вот за это я, конечно, люблю Анастасию. За пигментацию. Поставлю тоже 10 из 10. Румяна мне понравились. Хайлайтер Too Faced. Он просто потрясающий. Вот я бы ему поставила 11 из 10. Это прям любовь. Но данный хайлайтер для тех, кто любит, чтобы видно было прям с космоса. У него еще розовый оттенок. Такой розовый-золотой. То есть он очень яркий. Ну и выберем блеск. Наверное, в данном случае возьмем прозрачный. От Givenchy. Блеск очень жидкий. Я не очень люблю прям супер жидкие блески. Потому что они не дают такого эффекта сияния. Поэтому поставлю 7 из 10. Надеюсь, видео было полезно. Всем пока!